Приветствую вас и полагаю, что я открою Америку, и я тебе скажу, что ваш запрос, который вы задаете, ваш запрос, который вы задаете, можно разделить на две части, или даже на три части. Ну, вообще, чтобы не придерживаться каких-то отдельных аспектов, чтобы не придерживаться каких-то отдельных моментов, давайте попробуем сделать так. Разделим суть вашей именно проблемы на определенные части. Первая часть – это, собственно говоря, болезненные впечатления от предыдущих отношений. Часть самая легкая, потому что вы были в этих отношениях, уже будучи взрослые, формировавшись личностью, уже отдавая себе отчет в том, что вы хотите от этих отношений получить, как вы себя в них позиционируете, позиционируете и так далее. И в этих отношениях у вас произошел коллапс, то есть, ну, они распалились. И вы не понимаете, почему так, из-за этого остались невыраженные эмоции. Скорее всего, отношения у вас не завершились, отношения у вас до конца не закончились, и вы до сих пор испытываете обиду к этому молодому человеку. И в свое поведение сейчас вы строите основу на том, что вы хотите доказать ему, по всей видимости, что вы достойны любви, достойны счастья и так далее. Значит, тут нужно разобрать ваше отношение с мужчиной и выявить определенные моменты, моменты поворотные, моменты ключевые, которые как раз-таки и повлияли на то, что ваш молодой человек от вас ушел, причем ушел достаточно легко. В принципе, определенные аспекты этого вы написали. Например, вы написали, что вы не можете быть, вы не умеете быть заботливой и не умеете быть внимательной. Очень боитесь отказов и насмешек. То есть вот именно неумение быть заботливой и внимательной в отношениях, то есть по сути, это что? По сути, это неумение быть внимательной и заботной означает неумение прислушиваться к другому человеку. То есть вам мужчина нужен для чего? Для каких целей, для каких желаний? Этот момент нужно учитывать, потому что когда человека любишь, когда со человеком хочешь быть просто так, когда для человека хочешь делать что-то безусловно, ты не только принимаешь его таким, как он есть, но и все свои силы, всю свою энергию тратишь на то, чтобы быть с ним, чтобы делать этого человека счастливым. Этот момент нужно отдельно понять. То есть, что вы свои отношения, скорее всего, устроите немножечко на эгоцентрической основе. Далее, следующий аспект. Следующий аспект, конечно, это ваше отношение с мамой, на который у вас очень много завязано, которое имеет большое отношение в вашей жизни, в которую у вас тоже есть свои претензии, свои обиды, непонимание того, почему она так себя ведет, почему она воспитывала вас в том ключе, в каком она это делала, непонимание причин ее поведения и отсюда обиды. То есть, давайте здесь мы с вами для начала скажем так. Что есть обида? Обида проистекает из двух моментов, из двух факторов. Первый фактор – это когда человек что-то говорит нам, или что-то делает нам, такое, что нас задевает, такое, что делает нам больно, такое, что заставляет нас испытывать раздражение, испытывать негатив какой-либо и так далее. Почему так происходит? Потому что внутри нас слова этого человека находят определенный отклик, и из-за этого мы начинаем сомневаться в себе. В этой ситуации, в этом контексте можно и нужно прислушиваться к себе, понимать, что именно не так, что именно входит в определенное созвучие тем, кто говорят о вас, когда обижают, и эти моменты обновлять. То есть, из слов, которые говорят вам люди негативные, нужно выявлять зверные истины, и эти зверные истины направлять на развитие. По сути, мы делаем что? У людей, не только у мамы, а вообще у людей, есть негативный заряд на вас. Этот негативный заряд мы принимаем, отставляем от него с помощью восприятия только лишь то, что соответствует действительности, то есть то, что вас задевает, думаем, почему вас это задевает, и исправляем. Как видите, это не кажется чем-то сложным. Но на это нужно заострять внимание. Если вы чувствуете, что вам, вас как-то обещают то, что происходит, то это нужно исправлять. Иначе так и будет обида в вас находиться, и это будет вам мешать. Следующий аспект заключается в том, что вы думаете, вы считаете, что ваша мама именно с вами так себя вела, вела себя негативно, вела себя плохо, но ее поведение было направлено на вас. Ее поведение было, имело целью ваше унижение, ваше, ну, ваша дискредитация и так далее. Хотя, в действительности, при этом вы пишете, что ваша мама знала себя обиденной девочкой, да, которые должны все увлажать вокруг. То есть у вашей мамы точно были комплексы, и тоже были проблемы, тоже были страхи. И этот страх она подавляла в себе. Как? Через такое вот поведение. И нужно досконально, максимально подробно изучить историю и жизни вашей мамы, чтобы понять, что она хотела вас видеть, кого она хотела вас видеть. Потому что то, что она пригласила вас в сомневающегося и застенчивого ребенка, это следствие ее поведения. Это следствие ее борьбы с собой. И важно для себя понять, чего она хотела, когда превращала вас в сомневающегося и застенчивого ребенка. Хотела ли она привязать вас таким образом к себе, чтобы вы были с ней, чтобы вы помогали ей, чтобы она не осталась одна. Хотела ли она вас так защитить от самой себя, от своих ошибок и так далее. Не важно. Ну и на это понятно. Потому что у вашей мамы, как у человека более старшего поколения, есть свои взгляды на то, как нужно воспитывать детей, и давать взгляды на ценности и идеалы и стремления. И понятно, что она, особенно в вашем детстве, считала, что это единственный путь для вашего развития. В этот момент нужно учесть понять, как выстраивались ее представления о том, что для вас лучше, на какие мотивы она опиралась и какие цели преследовалась. По сути дела, мы совершаем развенчание образа вашей мамы из мамы, то есть из человека, которого вы видите только в контакте мамы, обычного человека со своими страхами, со своими переживаниями, со своими сомнениями и так далее. И, исходя из этого, вам нужно проникнуться в вашу маму, то есть понять ее. Чем лучше вы ее почете, тем быстрее вы от нее станете независимыми именно на эмоциональном уровне. Чем быстрее вы сможете понять ее причину поведения, тем лучше вы сможете для себя уяснить, что ее поведение не было направлено на вас. Это вам так казалось, когда вы были ребенком, понимаете, что она преследует цель какую-то, да, вас там, как кажется, унизит тогда, но в действительности человек борется со своими бедами, со своими страхами. И если ваша мама вела себя так, как вы говорите, то это же однозначно свидетельствует о том, что, например, у вашей мамы было дефицит внимания, то есть эстероидное поведение. Эстероидное поведение – это болезненная потребность во внимании. Болезненная потребность во внимании – это неуверенность в себе. Постоянная нужна в подтверждении своей значимости. Это факт остаться одной и так далее. и так далее, понимаете. И я думаю, что вы, когда вот эти характеристики выслушали, вы, наверное, что-то увидели такое, перекрестное с собой. И это не случайно. Ваша мама передала вам страхи, которые вы имеете сейчас, чтобы вы не стали лучше, чем она. Чтобы вы не были лучше, чем она. Чтобы она, смотря на вас, понимала, что вы не лучшие. Потому что, если вы лучшие, то она жила неправильно. При том образе своей мамы, которую вы описали, это поведение абсолютно нормальное. Такое поведение, такое восприятие. Но сделано это не потому, что она хоть хотела вам зла, хотела вам негатива и так далее. А потому что у вашей мамы есть страх, что кто-то будет лучше ее. И это нужно понять. А когда у вас это понять, нужно помнить историю жизни вашего родителя. Чтобы ее, ну, досконально разобрать. Чтобы вам на фактах, на конкретных жизненных обстоятельствах стало понятно, почему и как формировалось такое ее поведение. Будут на руках данные факты, будет новая картина мира, картина вашей мамы изменится к ней отношения. И ее образ разменьшается, вы почувствуете к ней жалость или презрение, может быть, будете смотреть на нее уже сверху вниз, потому что поймете, насколько этот человек ограниченный и недалекий. И тогда вы перестанете на нее обращать внимания. То есть, в этом контексте, конечно, какие-то ваши страхи все равно останутся с вами. Просто потому, что они уже ваши собственные. Но, тем не менее, чай-то, или общий накал, общий уровень страхов, он понизится из-за того, что основной его источник будет отродным. Любые страхи всегда не известно. А знания, страх убивают. Это то, что касается вашей мамы. Теперь, что касается того, что вы боитесь, значит, отказов, насмешек и так далее. Значит, вы пишете, что в вашей семье над вами больше всего было сделок каких-то и ожиданий моих ошибок, чтобы вы пропустите меня все обиженные, что есть в моей маме. А вот тут немножечко непонятно. А вся семья над вами издевалась или только мама? Вы немножечко сбившему написали это, но, тем не менее. Дальше, если так, то причину такого поведения можно назвать дефицитом. То есть, люди, которые насмехаются, которые ожидают ошибки от другого человека, чтобы над ним посмеяться, это, по сути, люди, которые пытаются самоутвердиться за счет другого. И один простой вопрос, который вам нужно задать, это очень простой, на самом деле, вопрос. Для чего человеку нужно самоутверждаться? Ну вот, серьезно. Для чего человеку нужно самоутверждаться? Ведь, вот мы идем по улице, да, например, мы видим, как идут рядом люди. Они общаются друг с другом нормально, они общаются друг с другом как равные, да, они уважняют друг другу. Хорошо. Какие критерии человека, который может кого-то уважать? Ну, как минимум он уважает себя, и как минимум он воспринимает другого как равного себе. А как вы думаете, мог бы человек уважать другого, если бы он чувствовал себя, например, ниже, ниже другого? Вряд ли. А если бы он как-то осомневался в себе, наверное, он хотел бы самоутвердиться за счет этого человека. И вот такое желание и продиктует подобное поведение в виде насмешек и сделок и так далее. Так человек кажется сам себе лучше на фоне другого. Но задайте вопрос, для чего это ему? Почему он так делает? И вы сразу же поймете, что на вашем лице может быть другой человек, любой другой человек, а не только вы. но этот момент от вас ускользает. Потому что вы находитесь в своей ситуации и вы думаете, что вы виноваты сами вы тем, что вы живете. Это не так. Дальше нужно сказать вам следующее. По поводу, значит, того, что вы не умеете быть внимательными, не умеете быть там, заботливыми, по поводу того, что вы стараетесь быть смелыми, общительными и так далее. и по поводу того, что с вами хотят встречаться только те люди, которые вам не приятны. Ну, во-первых, здесь можно и нужно сказать так, что с вами хотят встречаться те, которых вы на данный момент готовы для себя принять. То есть у вас есть четкое понимание, да, что это отвратные и неприемлемые для вас люди. Хорошо. Хорошо. А кто приемлем? Какой-то уровень людей у вас ведь есть, которым вам нравится. Но те, кто нравится вам, не нравитесь вы всем. И это проблема. Как эту проблему исправить? Твигаться можно в двух направлениях. Первое направление. Это проработка своих страхов и сомнений. То есть все мы не уверены в себе. Вот вы говорите, я боюсь отказов и боюсь насмечников. Хорошо. Если вам в чем-то отказали, что произошло страшно. Давайте разберем этот страх. Что произойдет страшно, если вам откажутся? Что произойдет страшно, если над вами посмеются? В контексте того, что уже было сказано мной. Попробуйте, например, последнее разобраться. Человек смеется, значит и ему это нужно. Человек смеется, потому что у него есть свои желания, вы для него средства. Что в этом такого страшного? Что же над вами смеется? Если вас задело, значит внутри вас что-то нашло отклик с тем, что говорит другой человек, и это нужно исправлять. То есть смеется того, чтобы бояться страх, бояться того, что над вами смеются, лучше прислушиваться к себе, анализировать то, что нас задевает, работать над этим, и выправлять, чтобы это больше не задевало. И понимать, что те, кто смеются, используют нас как средство. И все. Иногда бояться вы не будете нас мячить. И так же, со всем остальным, во всем, что мы не уверены, нужно ставить себе задачу по достижению в этой области определенных успехов. И тогда, чувствуя, что вы можете что-то сделать, чувствуя, что у вас получается, вы будете от неуверенности в себе издавляться. Следующее направление, которое вам поможет, оно заключается в следующем. мне показалось, что у вас отсутствует модель женского поведения. Поскольку первичным женским поведением, женским образцом и женским идеалом для девочек является мать, а с матерью отношения у вас не очень хорошие, то, скорее всего, вот этот вот первичный образ женского поведения у вас отсутствует. И его нужно найти вновь. То есть, корень вашей проблемы еще и в том, что вы не умеете вести себя как женщина. Вы не знаете, как вам себя вести. Кто вы? Вы не можете идентифицировать себя как женщина и, соответственно, стать объектом женского поведения. Нужно сказать, что для того, чтобы обладать какой-либо моделью женского поведения, нужно сперва включить приспособленческую функцию к поведению, чтобы потом это поведение преобразовать во что-то свое. Для этого вам нужно выбрать образец женского поведения из мультимедийных, так сказать, источников. Это могут быть певицы, актрисы, звезды шоу-бизнеса, модели, кто угодно. Посмотрите на женщин. Выберите ту женщину, образ, который вам нравится, который вы считаете наиболее подходящим для вас и начните этому образу следователю. То есть возьмите на вооружение уже готовый образец женского поведения и вставляйтесь во всем нему следователю. Со временем, когда вы примерите этот образ на себя, вы почувствуете, что какие-то отдельные элементы этого образа женского поведения, они у вас вызывают отторжение. Это означает, что вы перешли от приспособленческой функции к преобразующей. То есть вы начали преобразовывать имеющийся материал во что-то свое. И это будет означать отход от образа и создание своего собственного индивидуального образа. И вот именно таким путем вам нужно идти, чтобы освоить женское поведение. Чтобы учиться быть, как вы говорите, внимательным, учиться быть, как вы говорите, работливым, быть милым и так далее. До сих пор, пока у вас нет четкого образца поведения, за неимением первичного образа у вас будут проблемы, и эти проблемы будут мешать. Соответственно, вот так можно ответить на ваш вопрос. В этом все. Надеюсь, что был полезен вам, надеюсь, что помог. Я старался максимально подробно расписать информацию, максимально подробно донести до вас ее. Что можно сказать напоследок? Напоследок можно сказать только то, что вам нужна работа со специалистом. Хотя бы в контексте вашей мамы. Если со всем остальным, в принципе, можно справиться самостоятельно, то вот с мамой, вот с отношениями между вами и мамой, справитесь сами вы вряд ли. И поэтому, поэтому, думаю, будет правильно, если вы обратитесь к какому-нибудь специалисту, любому, который вам понравится, и проработать с ним именно взаимоотношения со своей мамой. Хотя бы. Все остальное, в принципе, вы можете сделать сами. Лично я не вижу препятствий для этого. Главное, чтобы у вас было желание, главное, чтобы у вас было терпение, главное, чтобы у вас были четкие цели и понимание того, чего же вы хотите. Поэтому, еще раз, все. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Ага. Желаю вам всего доброго и удачи.